Охота, а вернее рыбалка пуще неволи. Любители подлёдного лова, рискуя жизнями, штурмуют первый лёд, пытаясь выудить десяток другой хвостов. Обстановку в бухтах и заливах Южного Приморья обследуют уже с вертолёта, как в боевике, но это совсем не кино. Сейчас все подробности. Время, время, время. На морской экватории ещё тонкий не успел сформироваться. В зоне риск любители рыбаки. С первыми заморозками они спешат на лёд. Несмотря что спасатели ГМЧС России по Приморскому краю ежедневно повторяют, что выход на ледовое поле категорически запрещен. Люди в выходные вышли, семьи и дети вышли на лёд рыбачить, но тут же начался лёд под ними. Они хрупутся, да, благополучно. До приезда спасателей, хотя спасатели уже выехали, они добрались на берег, но тем не менее, наверное, адреналина получили очень большого. Приморские спасатели делают ещё один круг. В их зоне досмотра – Надеждинские и Хасанские районы. По рации сообщают дежурному, что в Уссурийском и Амурском заливах льда нет. Он стоит только в закрытых бухтах. И то при любом ветре подвержен выносу. Но в разных местах на льду сидят рыбаки. Так, в частности, на веке, на острове Русском, во внутренней бухте, выход на лёд обнаружен в количестве от 50 до 200 человек. Информацию по выходу рыбаков на лёд спасатели доведут до глав муниципальных образований Хасанского и Надеждинского районов, Артёма, Владивостока и Большого Камня. В том числе спасатели ГЭО МЧС России по Приморскому краю напоминают, что выход на лёд возможен, если его толщина составляет не менее 7 сантиметров. И призывают рыбаков-любителей не подвергать свою жизнь опасности.